Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 2 Сыны Свободы. К последней серии мы прошли пролог, в котором играли за Solid Snake на этом танкере и стали свидетелями того, как револьвер Целот при поддержке наемников из России похитил прототип нового Metal Gear, при этом Snake чуть не погиб. Массив офсор-клинат фасилитей вверх. Массив офсор-клинат фасилитей. Биг Шелл. Я слышу, что заклинат не вполне уже. Это требует времени, но в последнее время, шеллит вверху, символов на протяжении оборудования. Телефонт, Браво. Деплойте с шеллитей, как scheduled. Продолжение 6 часа назад, шеллитей был снижен с группой. Для этого мы имеем ИД. Продолжение следует... 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 Первое появление Райдена на экране. Интересно сделано вообще, и вот это вот начинается как отдельная игра, и по сути можно играть пробок про танкера, вот эту игру отдельно, то есть в любом произвольном порядке. То есть и то, и другое подаются как раздельные части игры. Продолжение следует... Вообще там было название не умный, а скелетный костюм. Он говорит, да, похоже. Я понимаю, почему вы так назвали. Небольшая неточность. Ну да ладно. Чё-то мало чем придираться. Зато вся игра переведена на очень высоком уровне. Мы играем за Райдена. Его лицо мы пока не видели. Ну, конечно же, практически все видели. Ох, какая гадость. Капец. Давайте подаем. Райден, надо сказать, абсолютно зеленый. По-моему, он еще не участвовал ни в одной боевой операции, но зато прошел 300 операций на симуляторе VR. Поэтому считает себя крутым перцем. Не знаю. Я думаю, что скоро он в этом разубедится. Но при этом парень молодой, очень подвижный. И если Снейк... Вообще удивительно вот это вот говорили. Помните там, что два года назад террористы взорвали танкер недалеко от Манхэттена. И в итоге нефтяное пятно распространилось и... Короче, в окрестных водоемах. И создан был вот этот вот Big Shell. Комплекс очистительных зданий. Но мы-то знаем, что этот танкер не был взорван террористами. И он не вез нефть. Он вез Metal Gear. То есть это, по сути, и не танкер был, а большой транспортировочный корабль. Так для чего же был тут создан Big Shell? Это еще такой мини-спойлер. Но он, в принципе, не опасен. Потому что сюжет и без него, в принципе, будет достаточно интригующим до конца. Просто информация к размышлению. Люблю такие дела. Так, хорошо. Маленько полазили. Там еще воду, по-моему, занорнуть можно. Вот это начало я помню. Потому что я в свое время, помню, парился на стройке на эмулятор. На своем одном из старых предыдущих компьютеров. На котором нормально работала только косынка, наверное. Поэтому начало я запускал. В итоге понял, что нормально поиграть не получится. И купил Сонику вторую. Это было очень давно. Так, вода. Теперь мы можем полноценно плавать. И сейчас нас будут учить. Ой, да все, короче, не важно. Я просто хочу проверить, что здесь есть. Аптечки нигде нет. Что-то похоже не видать. Ну ладно, пойдем. Так, окей, давайте выбираться отсюда. Здесь, конечно, прикольно. И вообще вот это вот, представляете? То есть люди играли первый в Metal Gear и буквально там через... Сколько времени прошло? Через три года после него выходит на PlayStation 2 Metal Gear 2. То есть посмотрите, какая тут разительная разница в графике. Вообще это реально выглядело просто как бешеный микс ген. Оно и сейчас выглядит очень круто. Но вот по тем временам это было что-то совершенно невероятное. Так, хорошо, что-то я покрутился-покрутился. А между тем, давно уже пора двигаться. Там кого-то побили только что. Кто-то только что охраннику вломил. Непонятно. Абаканы. Абаканы. Четыре года произошло. Прошло с момента первой части. Такие дела. У меня пока нет радаров. Это плохо. Так, и оружия у меня тоже нет. У меня нет практически ничего. Хорошо. Костюм, конечно, знатный такой, да? Кто же это был? Термина. Термина. Они все холодно! Кто-то он, он имеет какие-то силы. Мы должны получить ID. Но для сейчас, ты можешь взаимодействовать ситуацию и работать. Есть терминал в передаче. НОДЕ. Ты говоришь, НЕРД? Не НЕРД, НОДЕ. Уважайте НОДЕ чтобы получить доступ к Бигшелл фасилитетам. Тогда что? Струкнись на структуру. Это позволит тебе активировать Солитон. Радар. Солитон радар? Трю. Радар came in useful during VR training. Радар систем uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shells node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If we do this fight, we will be able to get access for a while. Stay on guard. Got it. Наконец-то. Блин, Кэмпбелл иногда на уши сядет, просто от него реально не отвяжешься. Так, ну хорошо, вроде все вырублены этим непонятным человеком. Кто же это может быть? Так, и они скоро придут в себя, так что давайте спешить. Как видите, у них они не спят, у них просто без сознания вырублены. Нормально так. Так, имя. Ну, допустим, по сути это вообще ни на что не влияет, но в конце, в концовке можно будет получить довольно интересный эффект, насколько я знаю. Так, вот, мужской. Ну, пускай будет, я не знаю, 70-й. 14 сентября, мой день рождения. Сделаем так. Блин. Группа крови. Би. Гражданство России. Ок. Небольшую анкету заполнили. Создали свой профиль. Все, готово. Теперь мы в системе. Редактор субтитров. 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 так ну хорошо я здесь это по плану не то что он не заметил так спокойно ребята плюс приехал можно уходить на я собираюсь их увалить да блин в принципе не нормально пошло так тихо 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 куда-то пошел это плохо я в принципе ладно пока он не пришел себя валим валим там был рацион паёк просто поехали наверх нет в этой игре определенно надо привыкать к управлению и ладно в этой игре в третьей части там вообще по моему cqc то есть close combat очень сложная боевая система при том что кажется очень простым а там очень много приколюх и очень много придется делать не с первого не десятого раза name of their leader is solid snake the hero of shadow moses so that's why you changed my code name right but he can't be the solid snake he died two years ago on that tanker after he blew it sky high could he have survived not a chance colonel i'm on the roof there are no centuries but it would only take one to spot me in this light you never had daylight vr training after all stay extra sharp until you can find a node to log in from what about the commandos seal team 10 is landed on struts b and c and the president seems he was spotted on strut b strut b довольно большая структура в целом но при этом довольно легко между ними передвигаться поначалу по крайней мере first get to a node log into the network got it так хорошо и мы на крыше и на крыше насколько я помню пока никого нет здесь есть упопытные приколехи и такие типа здесь скажем есть чайки чайки как видите срут ну чайки мать кстати райден умеет и так если пытаться бегать по помету чай кто произойдет следующий что в принципе вполне себе неожидаемо так хорошо мы приехали в принципе там по-моему в эту нет нам в ту сторону там по-моему будет какой-то проход снизу необычное место до крайне необычным и по-моему очень интересно райден по сути не знаю мне он всегда нравился как персонаж ну то есть вот этот вот современный райден который там metal gear rising в четвертом металки вообще крутой то есть он реально такой кибернизе нового поколения райден сил team 10 is in do we really have no line of communication with the seals they don't know a thing about us you know we work in the dark and this mission is no exception only a few people know about your presence here there's no need for concern this operation is under pentagon's direct command and the nsdd came from the vice president and the secretary of defense your mission may be top secret but it's gone through the usual channels хорошо так вот я чем поначалу когда выходили metal gear 2 там показывали трейлеры это был журнал страна игр по моему он сейчас есть но я уже тоже лет 10 не читаю короче там опубликовывали эти трейлеры и везде показывали солида снэйка и сейчас вот я на ютубе посмотрел нет ни одного трейлера в котором фигурирует райден то есть до последнего он был темная лошадка про него практически ничего не известно было и когда игра вышла одной из самых серьезных таких моих разочарований было что главный герой здесь не солид снэйк от этого реально бомбило просто но потом со временем я понял что в этом персонаже что то есть он именно такой на очень на юный временами глуповатый но для вот местного сюжета по моему вполне себе с ним интересно переживать опять же новое знакомство нового героя нового переговора по кубке но это андер и сервейлэйлэнс а кэнт гэн они коса дистракт им трай мэкин сам но из-то дро дэр тенчин ауэй флот нерселфу гэнста волк анхит а панч ботин хорошо но этим мы успеем заняться сначала займемся своими делами но честно говоря я бы очень многое отдал чтобы так нам нужен соком чтобы главным героем второй части был именно солид снэйк но тут по-другому я так понимаю поступить было бы очень сложно потому что здесь именно вся соль в том что предводителем этих злодеев считают солиды снэйка также так мы в это не верим мы хотим выяснить что тут происходит играем и соответственно не засуги до снэйка ой короче я это уже сто раз сделал при вас обучение реально дотошно они понимают что он совсем зеленый поэтому учит его реально что-то там не в попу дует как говорится в третьей части опять же солиды снэйка нет там naked snake то есть по сути big boss отец киск из днк которого собственно и вывели ликвида из солида четвертой части солид снэйк присутствует но тоже как-то короче там уже поймете так что именно в расцвете сил мы солида видим только в первую часть я надеюсь что когда-нибудь все таки он вернется так ну хорошо пока мы не сделаем это в каждой локации у нас не будет радар этого места поэтому такой придется делать хорошо блок f блок б нам похоже в блок б на двиге да он говорил давайте кстати по рации поболтаем о link здесь мы надолго потому что вторая часть насколько я помню сильно длиннее чем первым тоже вообще очень большая интересно его курицам рашин good this is a portable field food source that can be consumed to recover life select the ration и не вытворить или зря попустил там розбола ну ладно больше не буду так такое ощущение что какого черта там что только что было видели на миникарте хорошо пойдем на точку откуда у нас испишется соединение с f нам нужно в бить и и и и и Райден вообще звонит по-любому Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Что-то пошло совсем не так Вообще вы знаете, мне больше нравилась первая часть, когда там были именно такие иконки персонажей Типа фотографий, ну, рисунков Потому что на момент выхода второй части, несмотря на всю кризисную графику Которая даже на нынешний момент выглядит очень даже Все-таки лицевая анимация выглядит, честно говоря, очень деревянной Поэтому лучше бы, честно говоря, они пока не связывались бы с этим Так, хорошо, как же мне быть? Тихо Как он меня заметил? Блин, ладно, будем знать А я спрыгну, короче, сам Хорошо, я просто не знал, что они замечают, когда я ползу внизу После всяких спринтерселлов это реально... Джек! После всяких спринтерселлов это удивительно Там спринтерселл, Бэтмен, реально тебя в полметра от себя не замечают Отвыки от настоящего стеллса Все будет не очень просто В общем, когда он движется в нашу сторону, мы просто не шевелимся Тогда будем поступать так, да? Будем надеяться, это нам поможет Дело в том, что он так резко разворачивается, что я могу не успеть И по инерции там еще прополстить чуть-чуть Да, вот, ну, твою мать Не знаю, ну, знаете, давайте тогда у нас сегодня закончим Потому что я уже реально очень уставший И, возможно, это сказывается на геймплей Ну, что-то, возможно, сказывается А в следующей серии уже двинемся к этой структуре Бэя И я уже буду свеженький, как курец, не весь в пупырышках Так что, увидимся в следующей серии Давайте поговорим с Роуз Может, что-то интересное скажет Помимо того, что будет спрашивать, какая у нас там дата Оставить девушку, главную герою, на связь с ней во время операции Это, по-моему, не самая лучшая идея все-таки Но здесь даже этому будет объяснение Здесь, как вы увидите, продумано вообще все Девушки отдыхают Я думаю о том, что сегодня Почему не сейчас? Сегодня все-таки более... аппорриатно Я нужна всякая помощь, чтобы не было бы ничего Так что я не могу обманывать, в любом случае Это причина вы решили быть частью этой миссии? Окей, я закончу это в том, что сегодня В любом случае, что-то Вы знаете, что я буду делать все, что я могу Вы можете помочь Роуз, что-то есть что-то, что я хочу сделать Как аналит Что это? Продолжение следует... В общем, вот такие дела. Довольно интересно все развивается, но я что-то пока не понял, как мне пробираться мимо него, потому что он в любом случае меня замечает. Я думаю, нужно просто подкрасться к нему и слопать ему нафиг шею, потому что по-другому что-то пока как-то не получалось. Но я думаю, на свежую голову все это будет гораздо более просто решать, потому что сейчас я, честно, уже, наверное, записываю час седьмой где-то, и глава уже просто... Мозги похожи на вермишель. Поэтому, я думаю, вы меня поймете. Тем не менее, я думаю, серия получилась довольно интересной. Мы начали проходить сценарий за Райдена, то есть пролог за Сольдоснэйка мы уже прошли, и теперь мы наконец попали на Бэкшелл, где и будет происходить основное действие. Повторюсь, мы здесь надолго, потому что это реально очень большая локация, и в ней будет очень много всякого разного происходить. Так что, с почином нас. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok